Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Посылки из Китая. Сегодня сделаем небольшое тест сравнения двух смартфонов приблизительно в одной ценовой категории в районе 140 долларов. Оба смартфона покупались на площадке Алиэкспресс с помощью кэшбэк-сервиса EPN и была сэкономлена достаточно неплохая сумма денег на их покупки. Первое, что хотелось бы сказать. Asus держать в руке очень удобно, он не скользит, ничего. Xiaomi Redmi Note 4X имеет очень-очень скользкую стенку, поэтому во избежание падения, выскальзывания из рук нам приходится применять чехол. На мой взгляд это небольшое неудобство, но все-таки кому как. Так, второе. Оба смартфона имеют различный функционал по включению. Ну естественно кнопка включения-выключения, чтобы запустить сам экран, но также этот смартфон имеет сканер отпечатка пальца, приложили, он у вас включился. Здесь имеется функция двойного нажатия экрана. Два раза клацнули, он у вас также стал активным. Так, версия Android у Asus идет 5.0, у Xiaomi 6.0. Поставляет процессор Xiaomi у нас Qualcomm Snapdragon 625, здесь у нас идет Intel. И практически все датчики, которые присутствуют в самом смартфоне, это гироскопы различные и все тому подобное, у нас здесь идет все Intel. У Xiaomi все это, как правило, либо QTI, либо Yamaha. Что хотелось бы сказать по поводу размеров. Размеры практически идентичные. Буквально, если там на миллиметр где-то идет какое-то отличие, но оно практически незаметно, несущественно, если без придирок. Регулировка звука качельки здесь идет стандартная. У этого телефона, у Asus, качелька регулировки находится на задней стенке. Что можно сказать по камере. Разрешение дисплея у нас идет одинаковое. 1080 на 1920 у обоих смартфонов. Сама камера здесь 12,6 мегапикселей, здесь 13,0. Вроде бы совсем не существенно, 0,4 мегапикселя, но по факту видео Xiaomi снимает на порядок лучше, чем вот этот Asus. Фронталка в Asus 4,9, Xiaomi 5,0. Фронталкой никогда не пользовался, не знаю. Различия не смотрел и меня фронтальная камера особо мало всегда интересовала. Что можно сказать по батарее. Здесь батарея идет 4100 ампер часов, здесь 3000. По факту, если не заниматься игрушками и просмотров каких-то видосов, а использовать его просто как говорилку и немножко посерфить интернет, в принципе, держат батарею практически одинаково. Ну, возможно, вот этот на часа полтора будет дольше работать. Хотя, по заявленным характеристикам, батарея на 30% мощнее, чем у Asus. Отличие Xiaomi от Asus – это наличие в Xiaomi инфракрасного порта. Зачем он нужен, скажете вы? На сегодняшний день, в 2017 году, что используют инфракрасные порты? Могу вам ответить. Инфракрасные порты находятся практически во всех современных моделях телевизоров. Практически во всех. Возможно, даже и во всех. Что нам это дает? Использование телефона как пульт дистанционного управления. Xiaomi изначально в своей комплектации, в прошивке, поставляет приложение по использованию инфракрасного порта как пульт дистанционного управления телевизором. Находите в настройках ваш телевизор и имеете в наличии полностью многофункциональный пульт. Здесь есть все. Переключение каналов, регулировка громкости, режим входа в меню и многое-многое-многое другое. Он может полностью заменить вам ваш дистанционный пульт. Следующее существенное отличие между двумя этими моделями, что хотелось бы сказать. У Asus есть возможность оплаты, привязав свою банковскую карточку к телефону. То есть NFC. У Xiaomi этого нет. Верхнее покрытие, сама стекляшка у Xiaomi менее маркая. Буквально за 5 минут, клацая по экрану, мне удалось заляпать Asus гораздо больше, чем Xiaomi. Если не использовать чехол, то у Xiaomi очень аккуратные закругленные углы. Приятные на ощупь. А у Asus у нас исполнение такое, знаете, более топорное. Углы грубоватые. В верхней и нижней части экрана даже кажется, что можно, если резко провести, порезать палец. Хотя на самом деле такого не получится. Это порезы не от телефона. Ну вот, собственно, это и все, что я хотел рассказать про эти модели. И подведем итог. Если бы я покупал телефон снова, я бы все-таки приобрел себе Xiaomi. Стоимость его буквально на 10 долларов дороже, чем Asus. Но за счет камеры мне он нравится гораздо больше. Подключайте партнерку EPN. Ссылки в описании. Оставляйте комментарии. Ставим лайки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok